Привет, Алиса! Я здесь. Как твои дела? Все даже лучше, чем у сына маминой подруги. У тебя есть чувство юмора. Как и ваши шутки. Спасибо тебе большое за помощь. Я стараюсь. Ты помогала мне весь год, подсказывала геолокацию, развлекала и откликалась, как бы я тебя ни звала. Привет, Арина. Привет, Андрей. Я тут. Привет, Анжела. Hello. С тобой я изучала цифровое пространство нашей республики и города. Чебоксары становятся умнее. В соответствии с транспортной реформой на дороге столицы Чуваши вышли автобусы большой вместимости. К тому же они низкопольные. И приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. Каждый такой автобус на портале БАСЧЕП и в мобильном приложении теперь отмечен спецсимволом. Такие же значки есть и на информационных табло. Новинка и три заглавные буквы КОН. Их организация Чебоксары Телеком ввела, потому что на горячую линию поступало много жалоб на долгосрочные прогнозы. Раньше, когда транспортное средство приезжало на конечную остановку, оно пропадало с прогнозов. И показывался прогноз следующий, идущий за ним. И, соответственно, показывался долгий прогноз. А по факту, когда с конечки транспорт трогался, он приезжал гораздо раньше. Сейчас мы эту проблему решили. И жители города видят, когда на конечной остановке находится транспорт. И нету ложных длинных прогнозов. Сейчас в Чебоксарах 130 информационных табло. 39 из них появились в этом году. Размещают их рядом с социально значимыми объектами и в местах большого потока муниципального транспорта. Информация на табло и в приложение поступает с ГЛОНАС-трекеров, которые установлены непосредственно на транспортных средствах. Ими оборудованы все троллейбусы и более 80% автобусов и маршруток. Когда временных перевозчиков заменят на постоянных, тогда охват будет почти стопроцентным. Трекеры позволяют фиксировать нарушения скоростного режима. Карта наглядно показывает водители, каких маршрутов чаще всего превышают и на каких участках дороги. Эту информацию еженедельно передают в администрацию города для предоставления перевозчикам. Информационно-навигационная система Чебоксары развивается по проекту цифровизации городского хозяйства «Умный город». Он реализуется в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Чебоксары определены одной из пилотных площадок по реализации федерального проекта «Умный город». Цифровизация охватывает все больше направлений городского хозяйства. ЖКХ, транспорт, общественную безопасность, экологию, туризм и многое другое. В течение пяти лет эти сферы будут активно оцифровываться и в будущем соединяться в единую платформу. Впрочем, «Умные технологии» не ограничиваются городом. Система автоматизированного весового контроля уже появилась на 190-м километре трассы Чебоксары-Сурское. Весы вмонтированы в дорожное полотно. Кстати, асфальт здесь особого качества, чтобы как минимум пять лет не образовывалась колея. Над весами табло, на которое будут выводить данные веса автомобиля. Участок дороги просматривается с нескольких камер, чтобы зафиксировать всех проезжающих. Рамка установлена именно для того, чтобы выявлять те автомобили, которые проезжают без оплаты, без разрешения, без пропусков. Рамка будет работать в автоматическом режиме, то есть здесь не нужны люди для того, чтобы взвешивать. Ну и мы постепенно уходим от той системы, что надо заехать на какие-то весы в присутствии людей. Все будет проводиться автоматически. Все данные будут собираться в ЦАФАПе, ГАИ, МВД Республики нашей. И уже на основании того, есть у них пропуска или нет, если это нарушители, то они получат предписание. Но если нет, значит человек просто проехал, даже не заметил. К цифровому прогрессу привыкают быстро. Сейчас даже в детских садах на занятиях порционно включают занятия с современными гаджетами. Интерактивным столом или полом уже никого не удивишь. Мы используем в рисовании, дети рисуют на интерактивном столе. Мы вот, как сегодня, лабиринты используем, мыслительную деятельность. Этим же самым развивается и мелкая моторика. Также они собирают пазлы. Во-первых, развивается их окружающий мир, знакомятся они. Вообще очень много. Туда можно и закачивать все больше и больше. Для начала, встань указанное место. Найдите, подойди к нужному месту. Проходи, только по трогинку. Далево, далево, туда, туда, вправо. Молодец, молодец. Молодец. Мы прекрасно понимаем, что ребенок привык работать с гаджетами. Ему это интересно. Поэтому мы всегда внимательно относимся к регламенту работы именно с таким оборудованием. Для того, чтобы ребенок успел поиграть в обычные настольные игры. Но несмотря на то, что на сегодняшний день мы все оснащены сотовыми телефонами, планшетами. И ребенка нельзя отрывать от его привычной среды. Поэтому, как маленький элемент нашей образовательной деятельности, как раз ведется работа по использованию интерактивного оборудования в образовательной деятельности. Технологии в детском саду помогают держать оперативную связь с родителями. Логопед проводит онлайн-консультации. А в каждой группе и на уличной площадке за детьми приглядывают видеокамеры, которые в онлайн-режиме могут просматривать родители. Воспитывающая и наблюдающая среда в детских садах, обучающая в школах. Образовательный процесс тоже шагает в ногу со временем. Вот младшеклассники 59-й Чебоксарской школы рассаживаются в 3D-кинотеатре. Мультики здесь показывают, но только образовательные. На экране можно рассмотреть зуб в объеме. Внешняя часть зуба, возглашающаяся над десной, называется короной. 300 фильмов почти уроков. Визуальный эффект помогает лучше запомнить материал. Для этого же в экспериментариуме старшеклассники погружаются в кровеносную артерию и рассматривают эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Обратите внимание, перед вами вместе с током крови плывут форменные элементы. Со стороны это кажется смешно выглядит, но на самом деле это интересно. Потому что ты ощущаешь себя внутри кровеносного сосуда. Я видел полностью строение, то есть стенки крови, они поверху были. Везде клетки перемещались вперед, летели, получается, по крови. И по ходу перемещения вперед у меня появлялись новые клетки. Когда ты одеваешь их, как будто в другой установке, в каком-то другом мерке. Это как засыпаешь и там во сне есть сон видишь. Здесь примерно то же самое получается. Однако такие занятия, как и просмотр 3D-фильмов, бывают раз в месяц. От этого детский интерес не пропадает. И это всего лишь часть образовательного процесса. Эти технологии – полезное дополнение, а не основа. А вот в ВУЗе цифра может быть в основе. Например, при подготовке цифровых инженеров. За ними говорят будущие электротехники. К примеру, проект первой в России цифровой энергетической подстанции «Медведевская» «Питающий Сколково», реализованный инженерами предприятия «Экро». А они – выпускники ЧГУ. Последние несколько десятилетий активно в энергетику внедряются микропроцессорные релейные защиты, которые как раз являются цифровой. Чем ее отличие от предшествующих поколений? Предшествующее поколение – это была электромеханическая и электронная релейная защита. Тем главное, что микропроцессорная релейная защита имеет свою память, и поэтому уже можно записывать и регистрировать аварийные процессы, их анализировать. В электротехнике аналоговые схемы заменялись цифровыми постепенно в течение нескольких десятилетий. Так что учебные стенды, до которых тренируются студенты, включают в себя старые образцы времен аналога и современные цифровые, чтобы сравнение было наглядным. Разницу до и после сейчас можно ощутить во многих сферах. Быстрыми темпами оцифровываются государственные услуги. Все больше документов можно оформить онлайн на сайте госуслуг. Чтобы разгрузить больничные очереди, внедрили онлайн-запись к врачу и электронные больничные. У врачей своя закрытая электронная система, где они ведут карты больного и могут друг с другом в режиме видеосвязи консультироваться насчет лечения. Документы тоже уходят в цифру. Недавно СНИЛС уже окончательно стал электронным. Этот бумажный документ выдают как страховку. Там указаны те же данные, номер фамилии, имя, отчество, дата и месторождение. Сам электронный вариант хранится на сервисах. Паспорт тоже планируют оцифровать. Первые электронные через год получат москвичи. Это пластиковая карта, внутри которой чип. На него записано все, что было в бумажном паспорте, включая миграционный и воинский учет. Плюс водительские права, данные СНИЛС и ННН. В него включат и биометрические данные, которые уже начали собирать банки страны с прошлого года. Запись голоса и фото – уникальные данные, которые с точностью позволяют определить личность. Произошли много изменений, а в наш цифровой век вопрос оформления, получения, изготовления и использования электронного документа, он, конечно, наиболее актуален. Новый электронный паспорт будет с голографической фотографией, криптографическим кодированием, к варкодом. Все это защитит персональные данные. Подделать такое электронное удостоверение практически невозможно. А если вы вдруг его потеряли, то можно быстро заблокировать одним звонком в полицию или МФЦ. Обновлять документ нужно будет раз в 10 лет. Старшее поколение, которое мы понимаем, ну, если не, может быть, не 100%, но 90% будут противиться этому. Это понятно. Поэтому человеческое отношение, прежде всего, к работе МФЦ, которые проконсультируют в доступной форме, окажутся действием. В этом плане мы работаем, чтобы все слои населения, все могли качественно воспользоваться новым видом электронных услуг. К техническому прогрессу подтягивается и культура. В Чебоксарах открылся виртуальный концертный зал. Играют в Москве, слышно и видно в Чебоксарах. Виртуальные концертные залы открыты в регионах по всей стране. Этот первый в Чувашии. В присутствии на живом концерте в зале и здесь, около экрана, это немножко разные вещи, конечно. Но это в смысле культурного, в таком плане, в смысле воспитания, приобщения культурно-просветительственным планам, это большое-большое дело. Новую площадку оборудовали в Институте культуры и искусства. За мастерами исполнительского искусства российского и мирового уровня наблюдают те, кто пока учится. Зрители, понятно, они получают удовольствие, они будут видеть лучших артистов не только России, но и всего мира. Наши артисты будут смотреть, на следующий день им надо выходить на сцену и надо быть уровнем не ниже, значит, надо заниматься, дальше развивать свое мастерство. И это даст большой импульс к развитию, я думаю, что Чувашского исполнительского искусства. Вот этому я больше всего рад. Экран, современный проектор, доступ к базе данных филармонии и интернет. Нехитрая система позволяет показывать музыкальные концерты в записи и онлайн. Это будет открытая площадка, любой желающий может прийти, посмотреть сначала на сайте, какие мероприятия, постановки будут, и уже прийти сюда, посмотреть, все будет в открытом доступе. На рывок в сфере цифровизации нацелен национальный проект «Цифровая экономика», бюджет которого составляет более полутора триллионов рублей. Субтитры создавал DimaTorzok